всем привет меня зовут федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекаса урок номер 20 по сути на том шаге на котором мы с вами остановились у нас просто сайт просто посты с товарами но по факту ничего сделать мы больше не можем если мы например перейдем в товар нажмем положить в корзину нажмем оформить заказ то у нас будет показано сообщение ошибка форма заказа не найдено давайте двигаться дальше и уже начнем рассматривать более серьезные настройки если мы с вами создадим форму заказа у нас примерно должно выглядеть как то вот так то есть форма заказа создается с настраиваемыми полями примерно как это выглядит сейчас на демо примере с несколькими шагами ну как обычно это бывает в интернет-магазине давайте такое рассмотрим в данном уроке переходим в админку кстати у нас появился джумал новой версии 382 еще даже не смотрел что там у нас обновлено что вошло переходим компоненты джекаса переходим здесь на вкладку заказы и формы заказов у нас пока ничего нет нажимаем создать называем ее например оформить заказ описание можно не писать справа можно включить captcha защитный код это если будут часто спамить какие-то липовые заказы нужно будет нажать здесь показать и включить captcha настроить ее в плагине jumla я пока скрою дальше мы переходим контактные данные на вкладку чтобы наглядно вы лучше понимали я перешел в демо быстрый старт и контактные данные здесь ведь как смотрится то есть мы можем создать те поля которые нам необходимы то есть вот так они выглядят созданные его здесь вот есть карандашик мы можем при желании редактировать впоследствии любое поле давайте создадим первое поле вот здесь вот добавить поле первое мы выбираем тип ну самое первое наверно это имя и mail здесь списке выбираю самое первое имя раскрывается такой список метка это имя подсказка можете заполнять можете нет требуемое поле то есть это поле нельзя будет пропустить при заполнении формы то есть при создании заказа товара решаете обязательно или это поле или нет я считаю что это обязательное поле оставляем да ну и больше здесь можно ничего не заполнить на ваше усмотрение вот есть внизу связь да что это может быть такое здесь напротив есть вопросик можно кликнуть прочитать ознакомиться что это за поле нажимаем сохранить давайте добавим еще одно поле добавить тип поле я выбираю e-mail метка можете как-то обозвать я напишу адрес электронной почты также она обязательная нажимаю сохранить пока оставим два поля нажму сохранить то есть дальше вы уже должны понимать что вы можете из предложенного списка выбрать достаточно серьезные форму заказа но чем она сложнее тем я думаю она будет больше отталкивать ваших покупателей я считаю что здесь нужно размещать только самое необходимое что может быть важным для вас как администратор магазина дальше переходим на вкладку способы доставки здесь пока ничего нет новый способ доставки хотя можно на этом шаге пока сохранить закрыть перейти например в товары чтобы мы могли на сайте просмотреть уже данную форму как сейчас она выглядит перейти каталог продукты перейти например в какой-то наш товар вот здесь у нас есть на вкладке детали форма заказа кликаем и вот она наша форма заказа выбираем ее теперь именно к этому продукту форма уже будет работать нажимаем сохранить закрыть переходим на наш сайт перехожу в категорию джумла нахожу свой товар перехожу сам товар у меня товар уже в корзине мы с вами корзину еще не выводили так как корзину мы пока сами не установили мы не можем перейти в корзину чтобы посмотреть на форму заказа и мы не вывели ссылку оформить заказ поэтому самое быстрое я сейчас просто добавлю к другому товару форму да куда я еще не переходил например следующий товар здесь тоже добавлю форма заказа сохранить закрыть кликаю в корзину оформить заказ у у нас пока форма заказа выводится перед всеми блоками вы уже наверно догадывались почему вот эта форма потому что нужно вывести пункт меню чтобы это отображалось на отдельной странице сейчас этим займемся я просто хочу пока показать как это выглядит мы создали с вами два поля контактные данные вот имя и вот адрес электронной почты например имя поставлю адрес электронной почты также проставлю нажму вперед видим всего два шага то есть отправить заказ так как я не создал недоставку не оплату да у меня два шага может быть кому-то так и нужно будет сделать у меня добавлен в корзину три товара дальше нажимаю отправить заказ ошибка заказ способ оплаты не выбран ну это мы с вами еще пройдем то есть я хотел показать вам пока шаги переходим обратно заказы в форму заказов заходим в нашу форму здесь нажимаем новый способ доставки способ доставки с фиксированной стоимостью например метка самовывоз например какая-то подсказка можете указать стоимость доставки дальше есть поле бесплатно от заказа например на большую сумму какой-то заказ можно здесь это организовать например ставим это поле по умолчанию нажимаем сохранить ну и так вы можете создать неограниченное количество всевозможных здесь доставок переходим на вкладку способ оплаты нажимаем добавить поле способ оплаты оплаты наличными например метка наличными подсказка валюту мы с вами создавали ее можно выбрать здесь то есть либо одну либо две либо все хоть зажатым шифтом можно выделить по умолчанию сохранить и также можете здесь создать другие способы нажимаем сохранить закрыть здесь вы можете создать еще формы то есть например группа товаров или просто товары могут привязаны к абсолютно разным формам если это нужно данную форму можно сделать по умолчанию кликнув напротив по этой звездочке форму по умолчанию успешно назначен это значит когда мы сделали по умолчанию если мы перейдем в категорию в любой товар например товар 9 лендинг пэч то у нас форма будет работать то есть по умолчанию это значит не придется лезть в каждый товар который мы уже создали и вручную прописывать эту форму то есть она здесь уже назначена и вы видите здесь появились новые шаги способ доставки способ оплаты и отправить заказ также ниже вы здесь можете добавить локации добавить страну то есть в демо это можно выглядеть вот так вот видите написано тут вот страны можно здесь добавить регион давайте посмотрим шаги например контактные данные мы заполнили вперед способ доставки самостоятельный вывоз ну тут просто я тестирую да а так можно сделать здесь выбор вперед способ оплаты также можно выбрать потом вы просто точку и вы так выбираете какой способ вам подходит нажимаем вперед и уже отправка заказа то есть следующий шаг уже мы в дальнейшем урок рассмотрим что нам нужно делать дальше думаю что более-менее понятно как создается формы давайте теперь нормально выведем форму в пункт меню если мы посмотрим на демо пример здесь очень удобно вывод менюшки дополнительные вот видите где мой аккаунт оформить заказ если мы кликнем оформить заказ мы видим ту же самую форму соответственно она в новом окне открывается и уже когда здесь будет эта страница располагаться то по клику добавить в корзину потом оформить заказ нас будет перебрасывать уже на отдельную страницу как это выглядит сейчас здесь нам нужно будет создать отдельное меню поэтому переходим с вами меню main menu дальше можно перейти просто в меню у нас одно только здесь меню давайте нажмем создать назову его топ меню верхнее меню тип меню тоже продублирую и нажму сохранить закрыть сразу давайте добавим модуль в нужную позицию на сайте нажимаем вот на эту синюю кнопку добавить модуль заголовок топ меню заголовок все равно мы его здесь скроем позицию выбираем это у нас позиция 0 состояние опубликовано дальше привязка к пунктам меню на всех страницах оставляем дополнительные параметры здесь нужно прописать суффикс класса также можете подсмотреть это в демо старте дальше мы нажимаем сохранить закрыть так модуль мы с вами сделали теперь кликаем по ссылке топ меню создадим первое здесь меню нажимаем создать оформить заказ тип пункта меню выбрать выбираем j касса выбираем здесь страницы заказа в самом низу нажимаем сохранить переходим на наш сайт обновляемся здесь у нас это не выводится нам надо перейти например в категорию товаров вот у нас выводится дополнительное меню наверху теперь оформить заказ если мы кликнем мы видим нашу формочку во всплывающем окне таким же образом вы здесь можете дополнить оставшиеся пункты меню как в быстром примере вот здесь вот мой аккаунт список желаний сравнить и какие-то другие второстепенные пункты можно сюда добавить если они требуются я думаю это вы уже сможете сделать без меня теперь если мы перейдем с вами например на главную перейдем в категорию наших товаров перейдем например в какой-то товар в корзину оформить заказ вы видите у нас теперь открывается на отдельной странице формочка заказа то есть на этом я думаю мы поставим паузу вы пока научитесь создавать такие формы а уже мы будем в дальнейшем привязывать дальнейшие какие-то шаги там привязывать онлайн платеж например сервис интеркасса и так далее если для вас урок был полезен поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok